От пациента. Не болезненные, но странные ощущения в правой ягодице, чуть ниже крестца, три недели как начал прихрамывать на правую ногу. Есть они менее трех пальцев от мизинца и стопы в районе плюсневых костей на обоих ногах. Тяжело передвигаться, походка щадящая. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 1985 года рождения. Дата исследования – 3 апреля 2020 года. Область исследования – кости таза. При анализе результатов мскода использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерной реконструкции. При анализе данных выявлено. В правой подвздошной кости, в области правого крестцова подвздошного сочленения выявлен участок деструкции костной ткани размером 62 на 61 на 17 мм, занимающий всю толщину кости. Картикальный слой сохранен, образование состоит из многочисленных камер средним размером до 25 на 15 мм, содержимое плотностью до плюс 44 плюс 60 хаунсфилда. Свежие костно-травматические изменения не выявлены, анатомические отношения в суставах сохранены, явление субхондрального склероза суставных поверхностей тазобедренных суставов, сужение суставной щели. Заключение – КТ-картина образования правой подвздошной кости, более вероятна гигантоклеточная опухоль. КТ-картина двухстороннего коксартроза первой степени, рекомендована консультация онколога, ассистент кафедры кандидат медицинских наук КОТОФМА. Комментарии врача-рентгенолога. В правой подвздошной кости, ближе к позвоночнику, у вас участок деструкции, разрушение костной ткани. По всей видимости, это гигантоклеточная опухоль. Не самая злокачественная, но и хорошего мало. Вам нужно обратиться к онкологу для уточнения диагноза, а также для определения дальнейшей тактики лечения. Иногда такие опухоли оперируют. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok